муссируются слухи о якобы принятом решении кремлем об досрочной отставке хабирова что вы думаете есть предпосылки для досрочной отставки что вы слышали об этом такое мнение вашего у меня такой информации вообще нет то есть в том числе из московских источников но слухи это слухи мы помним да сколько раз уходил в отставку рахимов и сколько лет архива не помню бесконечно бесконечно долго то же самое происходило с хамитом то есть тут надо наверное на это смотреть как некое явление как зарождение запроса то есть условно говоря запрос на отставку руководителя региона может быть очень разного уровня то есть одно дело когда он не нравится например там лично мне другое дело когда он не нравится там мне и моим коллегам а совершенно иная ситуация когда уже определенные слои населения недовольны там например сельскохозяйстве там крестьяне да или например там интеллигенция или например там студенты или еще что то да вот тут нужно оценивать вот этот запрос примерно вот по таким критериям насколько он является массовым ну еще раз достоверной информации о таком решении у меня нет и я полагаю что этого решения сейчас принято не может быть по техническим причинам потому что у нас выборы в сентябре и дестабилизировать руководителя региона подобной информации просто одну опасно то есть если эта информация существует то она конечно же первую очередь должна быть доступна самому хабирову если ему сейчас кто-то там намекнул что он будет отправлен в отставку или там да еще и в неопределенном статусе ну это очень опасно для федерального центра такие такие не захочет или не сможет или не стимулирует как раз его провести это верность и лояльность в таком случае это не решение это как бы некие условия а эти условия конечно существуют то есть их вот недавно когда хабиров съездил в нижний новгород на заседание совета безопасности которого вел патрушев значит и там не просто объяснили всем губернатором что они должны добиться определенных целей там цифры уже раздали ну то есть те показатели единой россии которые должны ну желательно и очень желательно чтобы были достигнуты в каждом регионе то есть это уже не вопросы это не предложение это это задание и такие вещи да и каждый губернатор ему объяснять не нужно что если он в существенной степени не достигнет этих цифр то конечно последуют санкции да безусловно то есть тут им даже не нужно вот как бы вот это просто наверно какая-то народная форма представления об управлении страной что когда там сидит в черной башне путин и пишет там белыми чернилами на черной бумаге какие-то страшные вещи нет конечно все значительно более сложные более как бы так вот на тонких нитках потому что они понимают вот эти наверняки они чувствуют это спинным мозгом что вот когда вот что-то не так да вот эта вот история с фарм стандартом вот например который пока еще прошла так мимо она вызвала ну дикий абсолютно резонанс москве и вот тут вот тут хабиров сдрогнула тут тут могу очень стучит фарм стандарт федеральная компания хабиров несет некое то конечно вообще-то вообще отвечает за всю ситуацию на территории ну а это еще тонкая тема это ковид это вакцина это всемирная организация здравоохранения но если песков лично комментировал эту ситуацию пытался ее нивелировать это же вот это вот такие проколы должны пугать как бы губернатора и вот они могут быть предтечи вот этих вот отставок что-то наберется когда вот таких вот проколов потом могут там но еще раз повторю до сентября и даже до октября а там посмотрим там вот по осени посчитают от этих вот цыплят и посмотрят что получилось потому что ну чем дальше мы живем тем менее стабильная ситуация вот у партии власти это понятно почему да они пропустили момент когда ей нужно было переродиться в новую партию отказались были такие мысли от киренка предлагал не послушали соответственно как бы сейчас ситуация плохая то есть в башкирии особенно плохая у единой россии ситуации соответственно так получилось но у нас традиционно ослаб аппарат партийный после ну там и шарин за ним ахмадинуров и прочее это очень слабые руководители сполкома очень плохая организация работы ну нехорошие процессы внутри ядра ядра самого ядра да то есть соответственно да очень непартийные увлечения и прочее прочее да то есть это вот турчак который сейчас приезжал на отдельно это отметил там кулуарно по крайней мере что нового здесь простите бардак бардак на потому что когда подбегают девушки жаловаться дергают за пиджак слезами в глазах там просит принять но это вот выглядит от некрасиво руководство на поведение на прочее то есть это вот вот в целом это выглядит не здорово то есть конечно конечно конечно